Майнкрафт, но я могу улучшать предметы! Сегодня в мире Майнкрафта я смогу улучшить абсолютно любые предметы! Зачем нам булава, если у нас есть настоящий железный молот, разрушающий все на своем пути? А ведь это только один предмет из многих! Но смогу ли я улучшить все предметы и не сломать свой Майнкрафт? Смотрите до конца и вы все узнаете! Но каким же все-таки способом мы с вами будем улучшать предметы? А для этого всего нам с вами потребуется всего лишь 4 изумруда, а также одна медь! Крафт вы видите прямо сейчас у себя на экране! И теперь у меня стоит другая задача! Во-первых, я медь уже вижу, значит с ней проблем вообще никаких не будет! Но остается совершенно другая! Где мне вообще достать столько изумрудов? Это будет сложно, это будет неприятно, возможно даже сложно! Или я это уже сказал? Не помню! Но чтобы нам с вами добыть медь, нам нужно с вами хотя бы сделать каменную кирку! Так что, ладно, деревянная кирка у меня уже есть и каменная прямо сейчас на подходе! Готово! И теперь мы с вами просто забираем всю эту медь! Нам с вами, конечно, много не потребуется, но 19 штучек, я думаю, сейчас пригодится! Но для того, чтобы нам с вами найти изумруды, нам с вами предстоит немножечко постараться! Наверное, один из самых простых способов для того, чтобы мы с вами вообще добыли такое количество изумрудов, это поторговаться с жителями! И нам бы лучше с вами к этому подготовиться! И у меня уже есть план! Первое, мы с вами делаем печку! Второе, каменную лопату! Да, я как-то не в том порядке все это сказал, ну да ладно! Лопата нам с вами нужна для того, чтобы мы с вами добыли гравий! Потому что благодаря ему мы с вами сможем сделать стол лучника! А это одна из самых выгодных профессий для того, чтобы мы с вами получили наши заветные изумрудики! Быстрее! Ну хотя бы еще один выпади! Эх! 28 гравий и всего лишь один кремень! 29! Наконец-то выпало 38 гравий! Не надо! Ну и теперь можем с вами спокойно отсюда убегать! Все нужные ресурсы у меня уже есть, так что это не может не радовать! Но, наверное, уже нужно задуматься, какие же предметы мы с вами в самом начале будем улучшать! Улучшать мы с вами можем все, что угодно! Но надо думать, что же все-таки будет первым! Первый предмет это самый важный! Он будет показателем того, как все пройдет! Хорошо или плохо! И, кстати, деревня уже найдена! Отлично! Хотя, подождите! Возможно, нам с вами даже не потребуется делать этот стол лучника! Стоп! Я тогда быстренько сейчас добываю эти снапы сена! Потому что, возможно, нам с вами повезет и с тем жителем мы с вами сможем поторговаться нормально! Если, конечно, он торгует пшеницей! Если нет, то как-то плохо получается! Ого! Вот это я близко! А, тут сразу два жителя-фермера! Отлично! Это мне подходит, это не подходит! А вот это подходит? Не подходит! Ну ладно, не повезло, получается! Ты же не против, если я заберу вот это? Ты не против, что я заберу вот это? Все, вам компостницы не нужны, они мне пригодятся! А, ставим где-нибудь здесь посерединке и как раз-таки уже два жителя бегут! Ну-ка, давайте! Нормальные выгодные трейды и нормальные вы... Вот это вот уже лучше! Нам с вами нужно добыть всего лишь четыре изумруда! Но эти изумруды нам с вами предстоит добывать очень-очень часто! Так что лучше добыть прям по максимуму, прям на всю пшеницу поторговаться! Пять штучек всего лишь, я расстроен! Вы еще скажите, что больше здесь ничего нету! Да, здесь больше нету никаких снопов сена, спасибо! И тут даже невыгодные трейды! Спасибо тебе, конечно, подмастери, но не надо! Кстати, вот здесь могут попасться изумруды... Нет, не могут! А здесь... А здесь только хлебушек! Яблоко, золото, картошечка... Ну, нормальненько! И, кажется, все, в этой деревне больше нет нормальных домов! Тогда остается только один выход! Во-первых, мы с вами, наконец-то, должны переплавить рудную медь! Даже я доски все потрачу на это! И теперь придется еще больше добыть, потому что... Я забыл то, что мне доски нужны для стола лучника! Ну, бывает, накосячил немножко! Стол лучника готов! Теперь... Ой, извини, пожалуйста! Хочешь устроиться на работу? Не хочешь, походу, устроиться на работу! Ладно! Эй, эй, хватит за мной бегать! Бежит! Бежит! Давай! Давай, устраивайся на работу! И... Нет... Ладно, если переставить, то, в принципе, должно все заново... Нет, еще раз! И да! Наконец-то он торгуется палками! Отлично! Правда, теперь еще больше деревьев придется добывать! Но у меня уже есть медные слитки! И мы можем с вами сделать, в принципе, наш первый изумруд! Но, как говорится, лучше подготовиться заранее! Иначе потом будет тяжело! Мне кажется, я немножко уже увлекся, конечно! Но он до сих пор позволяет торговать! Но, окей, окей! Мы с вами на это забиваем! Нам это уже не нужно! Я как будто всю деревню уничтожил! У нас уже с вами все переплавилось! Поэтому мы можем с вами уже создать этот изумруд! Крафт достаточно плохой! Выкладываем, как будто плюсик хотим сделать! И посередине медный слиток! Получается книга знаний! Забираем и это улучшенный изумруд! Ты можешь улучшить предметы! Это, конечно, очень хорошо! Но какой же предмет у нас с вами будет самым первым? А, в принципе, давайте отталкиваться от того, что у нас с вами прямо сейчас есть! В принципе, мы можем с вами один изумруд потратить! Надеюсь, что у нас сейчас все это дело сработает! А для того, чтобы улучшить наш изумруд с помощью наших улучшенных изумрудов! Что звучит на самом деле как-то странно! Нам с вами нужно изумруд поставить посерединке и обложить его этими улучшенными изумрудами! И у нас с вами получается книга знаний и это изумрудный меч! Чего? А, вы просто посмотрите на него! Это похоже больше на 3 зубица, если честно, а не на меч! Но проверить, как он работает, я должен! Давайте попробуем проверить все на каком-нибудь мобе! Во! Курочку вижу! В принципе, показывает, что урон 7, скорость атаки 3! Это как-то медленно! А! Ну, с одного удара! Ну, это, естественно, это курочка! Она самый слабый моб в Майнкрафте! А вот овечка, это куда получше уже! Но это не все способности этого меча! Вы думали то, что изумрудный меч будет только наносить урон? Так как бы не так! Смотрите! Если мы с вами нажмем на ПКМ, то произойдет что-то странное! Что это было? Эй, я видел, изумруд падал! А, вот стоп! Подождите, мы можем с вами несколько раз так сделать? Вот это сейчас было красиво! А я смогу? Я не смогу его добыть же! И зачем я тогда сейчас торговал с тем жителем, если мы с вами теперь можем бесплатно эти изумруды получать? Да, немножечко я тупанул как-то! В принципе, неудивительно! Но я все равно пока что не могу добыть эти изумруды, ведь у меня все-таки нет железной кирки! Вот сейчас найду голема, и у меня появится железная кирка! Как раз таки проверим наш изумрудный меч! А как-то маловато урона он, кажется, наносит! Может в прыжке будет немножко получше? Давай! А, ну слушайте, изумрудный меч этот намного мощнее, чем тот же самый каменный топор! Так что неудивительно, что мы с вами как-то очень-очень быстро с ним справились! А, стоп! Я уж хотел сделать железную кирку! Лучше на всякий случай заберу эти изумрудные блоки, они пригодятся еще! Сделаю еще больше улучшенных изумрудов! В общем, дел очень-очень много! Но, кстати, это не все, что мы можем сделать с вами прямо сейчас! У нас же с вами есть яблоко, которое мы с вами тоже можем улучшить! Поэтому опять достаем наш верстак, ставим его куда-нибудь, и нужно теперь сделать еще больше улучшенных изумрудов! Ладно, есть идея, сделаем таким образом! Меди же мне хватает, и делаем! И у нас с вами 32 улучшенных изумруда! Все, с этим мы с вами можем уже работать! И теперь мы с вами улучшаем наше обычное яблоко! И у нас с вами получается яблоко-душ! Съешь его и получи 10 секунд в режиме наблюдателя! Ого! Слушайте, а вот это звучит очень даже хорошо! Так, только теперь нужно понять, как мы с вами сможем это использовать максимально грамотно! В принципе, если нам с вами потребуется найти какие-нибудь редкие ресурсы в шахте, либо же отправиться куда-нибудь очень-очень далеко, то можно будет съесть-то яблоко! И, кстати, у меня же... Ну-ка, быстренько еще тогда сделаем! Еще два яблока сюда! Ну и давайте все-таки проверим, как же это дело работает! Пушаем, и... Стоп! Все, все! Мы в наблюдателе! Так, быстрее, быстрее вниз, быстрее вниз! Куда-нибудь вот сюда! Нет, не-не-не, глубже, глубже где-нибудь... Вот здесь, вот здесь, вот здесь! Я вижу алмазы! Все, мы с вами как раз-таки в режиме выживания! Норм! Нормально так! Нифига себе, сколько алмазов! Алмазы мне, конечно, пока что не нужны, но все равно я это заберу! Целых семь алмазов! Восемь алмазов! Девять, десять... Чего? Одиннадцать? Ам, спасибо! Нифига себе, сколько нам с вами дали! Пока что нам прям очень-очень сильно везет! Есть здесь еще алмазики где-нибудь, может быть? А, в принципе, мы могли бы с вами еще одно яблоко-душ съесть, но пока что, наверное, не буду, ведь я еще опять алмазы нашел! Как так-то? Четырнадцать алмазов буквально меньше, чем за минуту! Ай, там еще есть... Не-не-не-не, нет, становится опасно, становится опасно! Кот красный, кот красный! Ух, все, можем сваливать! Кстати, стоп! Нам же с вами еще и железо потребуется! Мы ведь можем с вами улучшать еще и железо! Поэтому давайте попробуем! Правда, я надеялся то, что у меня осталось железо, но нам выпала с железного голема всего лишь одна штучка. Да, не повезло. Но, конечно, железа нам с вами не надо, поэтому можем уже уходить. Эх, сейчас такой соблазн потратить яблоко-душ, эх, вы не представляете. Но я лучше пока что его сэкономлю, вдруг потом пригодится. И, кстати, я забыл то, что нам еще и уголь с вами нужен. Где-то тут уголь я видел. Как до тебя добраться, уголь? Иди сюда! Железо уже готово, забираем его. А это пусть переплавляется, еще больше опыта мне даст. И теперь нам с вами остается только улучшенные изумруды объединить с нашим железным слитком. И у нас с вами получается железный молот. О, слушайте, а он выглядит прям здоровым-здоровым. Окей, надо тогда его теперь проверить. Урон, кстати, у него плюс 10, а скорость таки минус 3. Какие-то такие себе показатели, конечно. Опа, курочка. Давай-ка я на тебе кое-что проверю. Интересно, ты выживешь после этого? Не выживет. А может свинюшка? Нет, свинюшка тоже не выживает. Урон у этого молота прям огромный. Но это не все, на что он способен. У нас с вами есть еще специальная возможность. Нажимаем на ПКМ и... Нифига себе. Из-за того, что мы с вами ударяем этим молотом, мы с вами прям огромную площадь уничтожаем. А ну-ка, а если мы с вами проверим, например, вот на этом изумруде? Мы его сможем с вами добыть или нет? А, стоп, смогли. Чего? Как это вообще работает? Я думал, что взрывы всегда уничтожают изумруды. Даже если просто руду добываешь. Привет, курочка. Да не пугайся. Испугалась. Этот молот мне 100% нравится. Но пока что яблоко душ у меня на первом месте, потому что, ну, самое полезное. Да, конечно, все остальное наносит хороший урон, помогает добыть изумруды, но это не то, чего я хотел. Я хотел все время в спектейтере передвигаться. Мы с вами уже сделали сколько предметов? Один, два и три предмета. И у меня уже есть, в принципе, идеи, что мы с вами можем сделать дальше. Но, к сожалению, для этого нам с вами придется отправиться в Незер. И благо, что у меня появился вот такой прекрасный железный молот. Мы с вами сможем просто за считанные секунды сейчас добыть нужное количество обсидиана. Только теперь остается другая задача. Найти озеро. А это будет тяжеловато. Подождите-ка, мне бы как-нибудь яблочки еще раз добыть. Но пока что, наверное, этого делать не будем, потому что, ну, я просто не могу. Будем надеяться, что чуть позже найду еще больше яблочек. А так, можем взять яблоко душ, скушать его и отправиться на поиски, где как раз-таки самое лучшее место для того, чтобы мы с вами добыли нужное количество обсидиана. Так, быстрее, 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 быстрее. Главное, не застрять где-нибудь. Два? Я не понял, как у меня два железных молота появилось, но два мне не надо. Один заберите. Во, так лучше. Надо было еще больше таких яблок сделать. Я сейчас в очень невыгодной ситуации. Ё-моё, да ну его нафиг. Опачки, нужное место найдено. Водичку главное попал. Ну что, обсидиан, теперь ты будешь моим. Я забыл то, что это не так работает здесь. Ладно, кажись, я знаю, что нам с вами нужно сделать. Сделаем так, что вода сюда вообще не будет поступать. И теперь, по идее, обсидиан должен будет... До... Дол... Да должен же! Походу, не должен он, нифига. Окей, тогда поступим по-другому. Не зря все-таки я железо добывал. И, кстати, это прям очень удачное место. Стоп. Нам реально лучше сделать тогда сейчас ведро, и мы сейчас с вами все быстренько сделаем. Водичка, давай сюда. Эх, мое любимое, строить портал в ад. Это то, что я хотел. Портал у нас с вами готов. Кстати, выпал кремень, его надо. Огнево готово, и теперь мы можем с вами спокойно отправляться в ад. Стоп, я ж ничего здесь не оставил? Ух, ничего не оставил. Но вы, наверное, хотите меня спросить, что же нам с вами здесь потребуется? А нам с вами потребуется песок душ, магма и эндерперл. Слушайте, ну повезло так-то. Магму я уже нашел, теперь осталось только добраться до нее. Магму мы с вами забираем. Нам потребуется всего лишь одна штучка. И теперь самое сложное. Найти здесь эндермена хотя бы одного. Вижу. Ну-ка, давай ко мне, давай ко мне. Я знаю, ты ко мне сможешь телепортироваться. Я готов. Давай, подходи по одному. Э, ты куда пропал? Вернись ко мне. Ааа, это было страшно. Это было страшно. Не делай так больше. Фух. С первого раза получилось. Я, кстати, был максимально спокоен. И теперь остается только песок душ. И здесь мы его с вами вообще не найдем. Это вообще не подходящее место. Буду тогда надеяться, что он где-нибудь спрятан. Кстати, это прям максимально странная ловушка. А я ведь мог туда пройти. Угу. Наконец-то нашел. У меня еще и места теперь не хватает. Все, теперь мы с вами можем спокойно отправляться в обычный мир. Здесь нам с вами делать больше нечего. Здорово, Гаст. Давай-ка попасть. Я в тебя попаду. Нет, это уже дело принципа. Да е-мое. Давай сюда. А, ну и еще больно мне стало. Спасибо. И, наконец-то, пришло время, наконец-то, улучшить наши... А где верстак? Ну, ладно. И, наверное, первое, что мы с вами улучшим, это магмовый блок. Потому что он звучит самым интересным образом. Ведь у нас с вами получается прям настоящий метеорит. Стоп. Я хочу это проверить, как он будет работать. Но он у меня в руках прям выглядит максимально здоровым. А ну-ка, вы просто посмотрите на эту глыбу блоков. Ну, глыба блоков, это звучит как-то странно. Армаду блоков. Вот так намного лучше. И давайте проверим с вами, ну, где-нибудь вот здесь. Нажимаем и... Ё-моё. А, нифига себе. Не, метеорит, походу, прям очень мощный. Я хочу это дело еще раз проверить. Сюда и убегаем. Просто сразу же убегаем. И сверху сразу же доносятся выстрелы. И докуда вообще все это проходит? Это прям очень-очень глубоко. И я даже вижу алмазы. Мне кажется... Ух, это было близко. Мне кажется, теперь метеорит один из моих самых любимых. Вы посмотрите, какие шахты он вообще готов копать. Буквально за одну секунду. Ну, не за одну секунду, за сколько? Один, два, три. А мне лень уже считать, очень быстро он это сделал. Нет, этому предмету я определенно ставлю оценку 10 из 10. А, теперь нужно другие теперь еще и оценить. Убираем эту оценочную систему. Дальше, что мы с вами можем улучшить, это эндер-жемчуг. Обкладываем его так же, и у нас с вами получается меч телепортации. Звучит, конечно, прикольно, но каким же образом он работает? Туда можно... Нет, мы туда с вами не можем телепортироваться, стоп. К мобам мы тоже с вами не можем телепортироваться. Может хотя бы вот так? А, вот так вот мы с вами можем. Это, конечно, прикольно, но эта телепортация выглядит прям максимально бесполезной. Мы с вами не можем телепортироваться куда-нибудь далеко. Мы с вами не можем даже на то дерево телепортироваться. Мы с вами можем только телепортироваться в радиусе досягаемости нашей руки. И это как-то маловато. Поэтому это, кажется, один из самых бесполезных предметов. Ну, ё-моё, я думал будет что-то прикольное. Ну, ладно, нам хотя бы блоки с вами больше не нужно ставить. Окей, этот предмет тогда один из 10. Но у нас еще с вами остается песок душ, который мы с вами не проверили. И благо улучшенные изумруды у меня остались. Забираем нашу книгу знаний, и это получается ловец душ. Ё-моё, а вот это звучит как-то странно. И мы еще и держим его прямо посередине. Стоп, на что он сейчас способен? Не понял. А что у нас с вами вообще происходит? Что мы с вами делаем? Ааа, стоп. Или не... Стоп, да я не могу понять. Вот у нас с вами подсвечиваются мобы сейчас. Мы нажимаем с вами еще раз, и... Они уничтожаются. Чего? Стоп, я хочу это проверить в какой-нибудь деревне. Прямо сейчас. Они получают урон. Подлетают? Чего вообще? Голем, ты куда? Возвращайся. Я так все хп себе скоро потрачу. Ну спускайся, куда он вообще полез? Я и так уже всех в деревне как-то победил. Ну-ка, Голем, давай дальше получай урон. О, ему кажется хана все-таки. Я не думал то, что ловец душ, он будет на такое способен. Я думал, он просто показывает всех мобов, а оказывается нет. Он заставляет их летать, и при этом они получают урон. Ах, только что от двух лошадок избавился. Мне кажется, тоже прикольно. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и, конечно, жмякайте на колокольчик, и не забудьте друзьям рассказать. Ну а с вами был Акокки. Всем еще раз спасибо за просмотр, и всем пока, давай.